Продолжение следует... Потому что, во-первых, скамейки в 20 метрах, во-вторых, наши руководители поставили щиты, которые нам все загородили. Поэтому, в целом-то, по матчу все. Пожалуйста, вопросы. В Тюмени Газовик считается очень принципиальным соперником, наверное, сам принципиальным. Для Газовика это актуально сейчас? Судя по возрастам болельщиков, я понял, что мы очень принципиальные. Потому что и каждый из наших футболистов много чего услышал. И я услышал и про себя, и про всех нас, и про Газпром, и про Газовика. Я не знаю, в чем принципиальность. Может быть, потому что мы во второй лиге конкурировали и выходили победителями. Но, как бы, такое поведение не красит, наверное, болельщиков. Хотя их тоже понять можно. Наши болельщики другие в Оренбурге. У нас любят футбол. У нас провожают свою команду практически, не практически, а всегда аплодисментами. Плюс любят красивый футбол и аплодисментами провожают и команду соперника. По поводу премьер-лига, я хотел вас спросить, вы сейчас на первом месте. Есть конкретная цель попадания туда? Ну и что по этому поводу в команде думать? То есть, премьер-лига? Мы идем на первом месте, выигрываем. Наверное, это ответ на ваши вопросы. В том году, когда вы 2-1 выиграли у себя в Оренбурге, вы сказали, что Тюмень одна из слабейших и не слабейших командок в фонаре. Вы сейчас так же можете сказать? Ну, я, наверное, сказал не так. Я сказал, что к нам на тот момент, вот в том матче, да, это было так. Но сейчас, ну, сегодня, наверное, какое-то недоразумение, потому что мы забили 4 гола. И последние матчи показали, что Тюмень очень хорошая команда. И мне она очень нравится. Не сегодняшним счетом, а тем, как играла предыдущие матчи. Да, потому что и умеет и прессинговать, и умеет и быстро выходить в атаку. И очень много креативных футболистов. И если в прошлом году команда была такая, ну, прямолинейная в атаке, то в этом году есть футболисты креативные, которые в прошлом году были. Просто они в этом году по-другому играют, такие, как Кленкин, Павленко, наверное, Теленков. И команда выглядит очень хорошо. И дай волю, дай немножко расслабиться, да, команда Тюмень покажет зубы. Что сегодня и произошло в первом тайме, да, когда там два момента тоже какие были, там, голевые. Поэтому я хочу сказать, что в этом году, несмотря на сегодняшнее поражение, да, все-таки команда такая очень яркая, самобытная, агрессивная и хорошая. Ну, если мы с вами первое-второе место займем, то попытаемся.